Дорогие учащиеся и приглашенные, как мы знаем, наркомания – это заболевание, выражающееся физической и психологической зависимостью от наркотических средств, приводящихся к глубокому истощению физических и психических функций организма. Однако лица, употребляющие, как раз мы об этом и говорим, наркотики, они долго особо не живут. Но, несмотря на это, распространительный наркотиков умело использует неосредоуменность подростков о наркотических веществах. В практике множество случаев, когда отравляется, вызывает токсические примесями, особенно кустарного производства. Есть проблемы и в точном дозировании вещества, что может привести к летальному исходу. Вы, наверное, слышали, некоторые там говорят, о, умер наш молодой парень, но он от педридозировки, вот так вот будем сказать, по-простому. Такие случаи и в нашем районе тоже были. И родителям иногда бывало, что им неудобно бывает говорить, что растительный, их ребенок умер от наркотиков. И придумывают разные причины, чтобы очистить своего ребенка. Мы даже не знаем, какой наш организм, как оно будет воспринимать даже наркотические средства. Как вы услышали, все, кто здесь собрались перед вами, все, кто здесь сидят, они пришли только с одной целью. Беспокоясь о вашем будущем. Почему? Потому что ваше будущее – это будущее всей умы всех мусульман. Мы, в первую очередь, мусульмане, мы родились мусульманами. Каждый из нас носит мусульманское имя. И, с одной стороны, хорошо, что мы пришли все вместе вам объяснить вред этих наркотиков и других плохих вещей, да? Но, с другой стороны, очень печально, что нам приходится вот так собраться со школьниками и говорить об этой теме. В вашем же возрасте говорить вам об этом. С одной стороны, это будет как профилактика, чтобы вы отдалились, чтобы вы к этому не приближались. Но, с другой стороны, мы же должны быть откровенными. Есть слухи, что дети в школьном возрасте употребляют какие-то наркотические вещества. Есть информация от правоохранительных органов, но и есть там, там, тут, когда разговариваем, тоже есть такие слухи. Поэтому это очень печально, потому что мы, являясь мусульманами, являясь умой, посланник Аллаху, как можно, чтобы нам говорили там о наркотиках и так далее, и так далее. Мы же вообще из корня не должны даже об этом думать. Вот самое ценное, чем священник Аллах человека наделил, любого человека. Что это? Как вы думаете? Здоровье. Разум, скажем. Разум, да. Разум, потому что любые животные, у них есть и здоровье, у них есть и силы. Например, слон, она намного сильнее человека. И другие животные, да. Любое другое, она есть у животных тоже. Только разум, правильный разум, это чем священник Аллах человека наделил. И все, что одурманивает этот разум, это является запрещенным. Посмотрите, пророку, саллиллаху, во время пророка, саллиллаху, не было никаких таблеток там и так далее. Было только вот это спиртное, которое изготавливало там из винограда там и так далее. Несколько видов, наверное, было, да? Алкоголя. Но, посмотрите, как пророк, саллиллаху, сказал, такой хадис, который анабуирует. Это актуально для всех времен. Пророк, саллиллаху, саллиллаху, в своем достоволенном хадисе говорит, от имена Амара хадис передается, это хадис приводит и имам Муслим тоже. Пророк, саллиллаху, говорит, все, что одурманивает разум, это является, говорит, вином, хамр. А все, что одурманивает разум, любое спиртное, это, говорит, является храмом. То есть все, что любой, вот это таблетки, сигареты, любой вещь, все, что одурманивает разум, это является запрещенным. Правительство тогда еще предупредил, любые вещества, которые когда-то появятся, когда-то появились, все, что одурманивает наш разум, это является запрещенным. И поэтому мы должны, мы не должны, например, беспокоиться, что нас там поставят на учет, у нас какие-то проблемы появятся в первую очередь, мы должны беспокоиться о своей религии, беспокоиться о том, что Всевышний Аллах это запретил. Тот, кто нас создал, запретил. Почему? Потому что это вредит нам же, вредит нашим родителям, вредит нашему здоровью, вредит нашему будущему поколению. Все, что вредит человеку, это Всевышний Аллах запретил. Даже какие-то целевные вещества, которые были в этом спиртном, Всевышний Аллах это все даже убрал, как в хадисе говорится. Все, что полезное, Всевышний Аллах от нее убрал и делал чистым, даже если она является даже наджасом, нечистым. Если попадет спиртное на одежду, на тело, с этим даже намазные взяты. Вроде бы, да, сделано из чистого винограда и так далее, но из-за того, что это является запрещенным, еще Всевышний Аллах делал его наджасом тоже. Мы обговорим это еще с вашими родителями тоже. То, что делали в прошлом году, мы будем в этом тоже году продолжать. Будем проверять на наличие у каждого ребенка, у каждого практически, в том числе и девушки. Ваша курильщая, и ваш курильщий инспектор, это девушка, которая здесь сидела. С учетом этого и девушек тоже будем проверять. Проверять на предмет прогноза на территорию школы этих электронных сигарет и вообще любых других запрещенных веществ. Просто, коротко, моя беседа на этом и закончится только. Чтобы вы учитывали, и если я найду, я буду принимать меры, предусмотренные законом. Уговором и разговором я это не оставлю. Теперь уже приходится так говорить, потому что вы допускали после моих обычных бесед нарушения такие. Нахождение на территории школы и прилегающей территории и курить законным предусмотрением статья 6.24. Это административное правомолчание. Ни вы, ни кто другой здесь не должен курить. Поэтому, кто будет здесь электронной сигаретой баловаться, составлю протокол на этого ребенка тоже, составлю протокол на родителя тоже, поставлю на учет. Будет жесткий контроль в этом. Это независимо от девочки, мальчика и так далее и тому подобное. На этот раз уже буду принимать таблиниры. С вами собрались. Цель одна. Именно любовь к вам, беспокойство за вас, беспокойство за ваше будущее, за вашу репутацию, потому что вы есть наше будущее. То есть будущее района, будущее села и, конечно, будущее ваших родителей. Я настоятельно, здесь много, Муртазарис Айдахмедович подробно вам разъяснил, какие негативные последствия именно той темы, которой сегодня мы касаемся. Наркотики, понятное дело табакокурение и алкогольные напитки. Я хочу, чтобы вы понимали, что ваше предпринятое хоть один раз какое-то решение, оно будет отражаться не только на вас лично. Это будет отражаться на ваших братьях, на ваших родителях и в дальнейшем на вашей судьбе. Я не знаю, как к вам обратиться. Я к вам искренне обращаюсь. Искренне прошу вас, чтобы вы ни разу, ни разу не думали об употреблении наркотиков, табакокурения и алкоголя. Это ранит наши сердца, сердца тех, которые вас ценят. Это ранит сердца ваших родителей. Если бы вы хотели, чтобы ваш ребенок курил, пил или же употреблял наркотики, ну, таких, я думаю, я уверен, здесь аудитории нет ни одного человека. И более подробно, конечно, Абула расскажет вам, вот на какое место Аллах ставит родители. То есть после себя в многих Коранах, в многих аятах Аллах ставит родители. То есть уважительные отношения. Ваше уважительное отношение, это есть к родителям на сегодняшний день. Это ваша успешная учеба. Ваша нравственность, ваша воспитанность, ваша уважительность и к соседям, и к обществу, и к родителям. Поверьте, вот большего счастья для родителей нету ни одного, вот услышать положительный отзыв, то будет от директора школы, то будет от вашего классного руководителя. Я просто знаю одного нашего выходца из нашего района. Такой же простой парень, который добился многих успехов. То есть эти успехи, они подкрепляются определенным поведением и ответственностью в обществе. То есть отличная учеба. Отличная учеба потом в вузе тоже. Потом, когда родители получают письма, благодарности в адрес родителей, вы даже не представляете, какую эту радость приносит для родителей. И для всех, все родни тоже. Чтобы у вас были полезные привычки, они вредные. Вот это спорт, это касаемо, это у нас полезно. В первую очередь мы привлечем о вас. Государство вам создает силу. Для чего? Чтобы вы получали максимально полезные знания, обучаясь в школе. Бесплатное образование, бесплатное видение, все бесплатно.